Ребята, всем доброго времени суток, с вами Полина и игра Revelation Online. В прошлом видео мы с Роном пришли в его деревню к его родственникам и нашли деревню в полной разрухе, она была сожжена, все жители убиты, в том числе и родственники Рона. Естественно, он задал себя целью отомстить, и я должна ему помочь, он хочет использовать мои силы в своей мести. Вы можете заметить, что я несколько сменила имидж, теперь тех тяжелых лисьих ушей на моей голове больше нет, равно как и занятных хвостиков, которые были скручены. Так, давайте-ка продолжим выполнять... О, невозможно, блин, использовать автопоиск, как же так-то? Выполнять сюжетные задания, давайте продолжим, где здесь портал. Почему он недоступен? Блин, я все уже забыла, я очень давно в эту игру не играла, аж с ноября прошлого года. Практически год уже прошел, поэтому я толком ничего не помню. Почему портал все еще недоступен? Я думала, дело в том, что крылья, а вот. Нет, свитка путешественника во времени, да вы что, блин. Ладно. А как тут поставить метку-то, чтобы я хоть знала, куда добираться? О, боже, ладно, давайте попробуем долететь самостоятельно, и я вам расскажу, что со мной произошло, почему я сейчас так выгляжу. Кажется, надо в ту сторону, но это не точно. Сейчас немножко полетим и посмотрим, в ту ли я действительно в сторону иду, или не совсем. Ну надо же, кто мог подумать, что от свитков, как там, путешественников во времени, или перемещения во времени, или как там правильно. Что-то да зависит, честно говоря, мне бы и в голову не пришло. Я думала, что я могу их использовать для перемещения куда-нибудь. Так, ну это к нотль, похоже, да, кажется все верно. Но не думала, что они нужны именно, чтобы вот до портала добраться, с ума сойти. Итак, что со мной произошло? Еще когда я не забросила эту игру, еще когда она мне не надоела, вот в прошлом году, осенью, со мной связалась одна из из зрительниц ВКонтакте и рассказала мне какие-то вещи об этой игре, которых я не знала. В общем, она поделилась со мной своими знаниями. Спасибо ей за это большое, кстати говоря. Благодаря ей я смогла получить подарки, которые кто-то там раздавал, наверное, mail.ru все-таки. И эти подарки, их было в игре никак не получить, а только там надо было на сайте куда-то зайти в свой аккаунт или куда, и, в общем, вот таким вот способом. Благодаря этому у меня новая прическа теперь. Женственная такая, нежная очень, элегантная, стильная. Но поскольку прошло, и это вообще далеко не последнее, что мне рассказали об этой игре, но прошло уже очень много времени, и я, естественно, не помню, чему меня обучали. Ну, зрительница. Вот, поэтому тут надо либо опять все эти советы перечитывать, либо забить на это, потому что учиться играть, я, если честно, не шибко-то и стремлюсь учиться играть в эту игру. Мне игра нравится, она там красочная и так далее, и так далее. У неё, в общем, морозный предел, нечестное название. У неё есть свои плюсы, безусловно, но как бы узнавать о ней что-то больше, чем я уже знаю, чем те знания, которые я самостоятельно получила об этой игре, ну, я особо не стремлюсь, прямо скажем, поэтому и нет особого желания учиться играть в эту игру. Но, пожалуй, советы я перечитаю всё-таки, может быть, что-то, да, пригодится. Или, может быть, я всё-таки решусь обучиться тут ремёслам и всякому такому прочему. А как меня занесло так далеко от Калахара, я и сама уже не помню, не спрашивайте. В общем, каким-то боком занесло, лучше полетим вперёд, понаслаждаемся чудесной зимней погодой, этот холод сейчас в наше изнуряющее лето, которое своей жарой просто уничтожает лично меня, холод зимой как нельзя кстати, поэтому да. Мне ещё эффекты здесь нравятся, вот как будто воздух рассекаешь во время полёта, очень прикольно выглядит. Так, ну что, думаю, тут уже можно потихонечку спускаться вниз, да? Ну и, наверное, если я сейчас... Нет, надо ещё озеро перелететь. Это что такое? Портал на рыбацкий остров? Ничего себе. Озеро перелетим. Спустимся сейчас на землю где-нибудь, и пора уже воспользоваться автопоиском, потому что даже когда мы доберёмся до Калахара, наверное, мне там самостоятельно придётся искать орден хранителей, куда меня Ро с собой взял, чтобы познакомить с теми людьми, которые помогут мне научиться пользоваться своими силами, что ли, в общем, что-то в этом духе. Поэтому сразу в орден хранителей, скорее всего, я попасть не смогу, потому что даже вот в прошлом ролике, когда я сохранилась, меня как бы выбросило за ворота этих орденов хранителей, поэтому... Так, мне нужен Командор Джетт, давайте автопоиск цели его, слава богу, сработал. Меня печалит, что не на любом расстоянии работает автопоиск. Ничего себе, какие тут факелы у них огромные просто. Но, кстати, я бы не сказала, что от этих всех светильников... Давай, женщина, преодоли эту лестницу! Не сказала бы, что от этих светильников, факелов и всего прочего есть хоть какой-то свет. Так, ну что такое? Почему, блин, не ищется Командор Джетт? Пожалуйста, пожалуйста, работай автопоиск! Я не хочу самостоятельно этим заниматься, честное слово. Ох, сейчас я доберусь до Командора Джетта. Эш, кстати, опять нас нашел, вот, рассказал кое-что про людей, которые напали на деревню Рона, а на самого Рона нападают вот из Ордена Хранителей. Что там в нашей крепости, что? Ну, Командор Джетт, блин, ничего себе он высокий! Жесть! Я практически рос там с его ноги, с ума сойти! Поговори с нами, Командор Джетт! Так, братья, довольны? Нам ли с вами ругаться? Признаю, погорячился. Больше не повторится. Ну, урон огонь такой, его единственных родственников убили, тетю и племянницу, поэтому неудивительно, что он погорячился. То-то, и не забывай, сперва дуй, потом говори. Мы нашли крайне интересные предметы в деревне, но к ним мы еще вернемся. Вы тоже нашли какие-то предметы в деревне? Ничего себе! Сейчас есть дела поважнее. Почти все крестьяне были поражены тяжелой болезнью, которую может вызвать лишь дикая магия северных волков. Мы должны очистить несчастных от скверных. Ну, боже, это как, сжечь заживо, что ли? Эм... Забыла, что хотела сказать, но что-то хотела... А, я не думала, что кто-то из крестьян выжил, а оно вон, как оказывается, с ума сойти. Я уже приказал цепить территорию и самым тщательным образом очистить это оскверненное место. Как же мы это будем делать? Или как они это из Ордена Хранителей будут делать? Осложнение. Мастер Озден рассказал, что крестьяне были поражены какой-то странной болезнью. Узнаете детали. Какой такой мастер Озден, если это командор Джет? Что-то мне с трудом в это верится. Магия этих дикарей не настолько сильна. Крон, возьми наконец себя в руки. Ничего себе! Что-то прям все на нем срываются сегодня. Что такое? Рон, бедный. У него точно сегодня неудачный день. Мало того, что перебили его родственников, так еще и вот в Ордене Хранителей как-то к нему не очень хорошо относятся. Печально. Рон, ты снова демонстрируешь свое невежество. Я понимаю, что ты многое пережил. Но соберись, наконец. Их магия сильно ровна настолько. И если мы не будем убедительными, если просто махнем рукой, она перекинется на весь город. А это полная катастрофа. Нет, ну... Я согласна, что не надо на них рукой махать. Надо как-то изолировать их, что ли, от города. Ну, хотя они и так изолированы. Они же в деревне. Но зачем так наровно срываться? Вообще непонятно мне. Да и потом. Кто сказал, что то, чем заразились крестьяне, это обязательно от магии волка должно исходить? Вдруг это происки того серого человека или человека в сером? Что-то вот о вудохе. Люди в черном, человек в сером. Катастрофа! Видел я одну такую совсем недавно. Мои родные. Моя семья. Рон, я понимаю, как тебе тяжело. Мне тоже знакомы потери. Многие их познали. Такое сейчас время. Нужно бороться. Я уже обсудил тот план с генералом Сейджем и получил его одобрение. Провести зачистку территории крайне необходимо. И займетесь и именно вы. Подождите-ка, что такое зачистка территории? Мы что, пойдем убивать невинных жителей, что ли? Ну и ну. А почему командор Джетт так странно руки держит? Я понимаю, что он хотел наверняка их на груди скрестить, но как-то это на то не похоже. Обсудите детали с мастером Батаром. Он работает неподалеку. Приступайте. Обсудите с мастером Батаром план командора. Это же это... Ну и ну. Пойдемте, лесной штаб. Нужно немедленно остановить их или что? Ой, а это что такое? Что за стрелка? Вы слышите звуки яростной потасовки? Что? Исследователи... Что? Обезьяны? Неужели на ней ставят опыт? Эй! Какого фига она на меня накинулась? Ой. А почему я так медленно ее здоровье снимаю? Так, давайте-ка в нее бросим вот это вот. Ой, я не поняла, не получилось или что? Ох, почему никто, блин, не помогает? Я слышала звуки яростной потасовки. Не пораньте его. Это любимый потопотный орангутанка. Вот чего. С ума сойти вы раньше об этом сказать не могли. Ну и ну. Яростная потасовка. Исследователь Батар. Кажется, нам с ним нужно поговорить. Батар! А кем знает, как хорошо ты сидишь за животными? Такая музыка здесь, да, прям на лирический настрой какой-то настраивает. Но я бы не сказала, что она для битвы подходит. Блин, столика хранителей из Ордена Хранителей. И ни один не смог меня от какой-то несчастной обезьяны защитить. Ну и ну. Ох, как славно, что наша отважная обезьянка не успела далеко убежать. Похоже, ей не понравилась новая версия напитка богов. Ха-ха. Может, сам бы попробовал эту новую версию напитка, которую бедные обезьяне, блин, предлагают. Может, она подумала, что ее убить хотят. Видишь ли, Ро, так мы называем особый эликсир невиданной силы? Одна ошибка. И весь город будет в руинах. О боже мой, только не говорите, что для нашей мести вы позволите мне испить данный эликсир. Плакали тогда адвестиции Кэба в этот эксперимент. Ваши орангутаны чуть смахивают на человека. Ну, может, когда-то он и был. Да какое это имеет значение настоящей науке? У нас такими орангутанами завалена вся подсобка. Сейчас не время для шуток. С ума сойти. Ничего себе, какие они жестокие, товарищи. Какие шутки? Разве с наукой можно шутить? Хотя, еще как можно? А иногда даже нужно. Ха-ха-ха. Странная обезьяна. Спросите мастера Батара об удивительной обезьяне. О, господи. Что? Почему я каждый раз отвлекаюсь на что-то? Казалось бы, нам нужно сейчас идти мстить за родственников Рона, да? Ну, либо же территорию защищать. А я буду какой-то обезьянки расспрашивать. Ну, с ума сойти. А теперь давайте-ка быстренько зацунем его в клетку, пока он не очнулся и натворил дел. Снова в неволю. Заприте орангутана в клетке и возьмите порванную страницу. Что еще за порванная страница? Закрытая клетка. Боже, что я делаю? Колду над хвостом орангутана. Это я его типа заперла, да? С ума сойти. Даже не волокла на себе. Вот так вот. Почему эти стражи и все еще обезьяны сжимала какой-то листок? Он вам нужен? А почему эти ребята все еще в боевых стойках? Не понимаю. Какая удачная находка. Это что такое? Ага, вот эта страничка. Это секретные данные опаснейшего эксперимента, которым занимается Нижнер Кеп. Как хорошо, что уж Дикий друг их не потерял. Или не съел. Ха-ха. Теперь я могу перевести дух. Страшно представить, что могло бы случиться, попадя эту страницу не в те руки. С ее помощью можно уничтожить и весь мир. Тсс. Волкикс да рядом. Они даже отсюда сумели страницу выкрасть. Не говори о таком вслух, да еще и громко. Представляю, как разладился бы Кеп. Тогда он бы точно прикрыл финансирование наших проектов. Радостные новости. Продолжьте беседу с мастером Батаром. А вы видели ректора Лава? И мне за это опыт дадут? Кстати, а вы уже слышали, что к нам прибыл ректор Императорской Академии? Он как раз сейчас беседует с Кепом? Наверное, мы пойдем к ним, да? И будем их беседу прерывать. Вот это славные новости. Давно они разговаривают? Примерно 7 минут 48 секунд. Нет, какие точные седения. Вот так поворот, да. Не зря он научный сотрудник, по всей видимости, у которого воротник в лице застревает. Поспеши к ним, а заодно передай Кепу эту страницу. И скажи ему так. Гениальный мастер Батар собственно наручно предотвратил коварное хищение и секретные записи этим самым спас мир. А как же я, блин, обо мне тоже стоит упомянуть? Пока мы с Роном будем идти к... Кому-то там из Имперской Академии не суть. К ректору, кажется. А можно же почитать что-то в этой странице. Только слово в слово. Не забудь. Я уже не помню, что ты там меня просил передать. Обмен знаниями. Поговорите с инженером Кэбом. Давайте попробуем. Только я его найду для начала. Кэб! О, как он близко. Ничего себе. Ого, как у неё волосы светятся, да? Смотрите, такие блестящие. Прямо. Ого. Это подопытные? Ого. Очень, очень хорошо. Боже, инженер, что с тобой? Ты теперь наполовину машина, что ли? Что у тебя с глазом? Господи, ну и жуть. Чёрт, он слишком сурово выглядит. Интересно, как он душ принимает? Ему наверняка с такой рукой страшно неудобно. Или он вообще не моется? Вон рук рано, вижу, ты пожаловал не один. И, сдаётся, ты привёл ко мне отличный подопытный образец. Забавно. Эй, не надо вам не так говорить. Я никакой не подопытный образец. Хотя, подождите. Кадайте-ка я подумаю об этом. Я тоже рад вас снова увидеть, друзья. Так вот, Кэп. Та энергия, о которой мы говорили. Ах, это удивительная энергия. Минутку. А что это у тебя за страничка? Какой ты глазастый, Кэп. И я так понимаю, Кэп, она принадлежит тебе. И вот что интересно. Похоже, эта страничка вырвана из книги истории народов северных волков. Что ты об этом знаешь? Уж не Кэп ли пытается получить ту самую кровь, которую пропитала землю недалеко от Калахара? Чистокровно или как-то так? Ммм, хорошо, расскажу. Я работаю над проектом под условным названием «Успешное извлечение чистой магической энергии в условиях стабильной кристаллизации». Ничего себе, какое название. Именно для его завершения мне и нужна эта страница. Так это не волки выкрали ее, это он забрал и даже никому ничего не сказал. С ума сойти. Архивариус отказался мне ее показать. Мол, секретная информация. Военные запретили. Пришлось прибегнуть к более примитивному, но куда более действенному способу. С ума сойти, но и ну. А они там переполошились из страницы. Эш вообще предполагал неведомое просто, что это волки решили ее украть, чтобы кровь каким-либо образом из земли извлечь, чтобы силу получить, чтобы смешать свою кровь с той кровью. А оно вон как, все просто, блин. И что же ты узнал, Крэп? Кровь северных волков поистине восхитительна. Это все? И так же было очевидно, что она слишком крутая, потому что другие волки, ну, не чистокровные, я так понимаю, а пытаются смешать свою кровь с чистокровными. Ну, если несколько упростить, то кровь северных волков способствует полной кристаллизации определенных магических материй. Блин, только не говорите мне, пожалуйста, что эту кровь каким-либо образом на мне будут испытывать, чтобы мои способности раскрыть там... и так далее. Медведь, который у меня на поясе, мне порядком поднадоел, он постоянно бьется головой о мое тело, и мне больно, и у него наверняка уже... сотрясение мозга. Но, чтобы это положение проверить и доказать, нужна, как вы понимаете, сама кровь. А поймать северного волка не так-то просто. Очень любопытный, коллега. А почему бы нам не учиться учения фрагментов, которые были найдены в деревне под Калахаром? Они, насколько мне известно, принадлежат волкам, и потому вполне могут быть пропитаны их магией. Так магия-то магия, кровь-то кровь, две разные вещи, разве нет? Разумеется, мы ими займемся. Но кое-какие образчики этой энергии есть и у меня. Давайте их протестируем. На ком? Научный эксперимент. Изучите магическую энергию, обсудите его в Дескевом. Господи, я в науку подалась. Ладно, давайте попробуем, поизучаем. Хм, какой любопытный образец. Казалось бы, просто камень, да? Но между тем не все так просто. О боже, ничего себе, какая огромная цепь. Ну и ну. За что так с собачкой? Почему она из этой клетки выбраться не может? Ведь даже, кажется, вот. вепрь, дикий кабан, тот смог бы, хотя нет, он, наверное, скорее не сможет. И вот, что это, это волк? Он тоже, по идее, мог бы выбраться из этой клетки. Блин. Они совсем, что ли, тут уже все? О. А вот эти самые крестьяне, да? С ума сойти. Я думала, нам в деревне нужно там территорию защищать, а не здесь где-то. Какая мощная энергия, любопытно. Кэп, ты сам не мог этим заняться? Эта энергия слишком сильна. Жаль, что человеческое тело такое хрупкое. Нам людям никогда не выдержать столь сокрушительной мощи. Это что у волков за магия, за такая? А вы говорите, блин, дикари там, чуть ли не пещерные люди, ничего себе. Ой. Человеческое тело, говоришь, слишком хрупкое, да? Рон, только не предлагай, пожалуйста, мою кандидатуру на то, чтобы опыт на мне проводили, ладно? Но если подумать, добавляем стимуляторы, разбавляем чистой энергией, снижаем консистенцию, уменьшаем разрушительное воздействие, это может сработать. Правда, с вероятностью примерно так в 50%. Не хотите ли поучаствовать? В чем? В разбавлении энергии или побыть подопытным, блин, кроликом для тебя? Нет, не хочу. Кэп, а это не перебор? Так, ты нашего друга угробишь? Что, простите, что реально, что ли, вы даже, не обсуждая это, не сговариваясь, решились на мне это все проверить? С ума сойти, а если это меня убьет, блин? Я не хочу так просто умирать, хотя я здесь делала это уже неоднократно. Если произойдет сбой, ничего страшного, но поваляется пару недель или месяцев. Вы что, мне не доверяете? Да и потом, ладно, допустим, это меня не убьет, но если превратит в волка тоже. Жесть, просто жесть, вот что. С ума сойти, я не хочу в коме побыть. Кто за мной ухаживать будет, неужели ты? Я попробую. Все равно это я ясный способ понять, правы вы или нет. Блин, я такая прям... Ой, не могу, сколько во мне самопожертвования. Вот это самоотверженность. Вот это я понимаю. Прошу вас пройти со мной к вон тому аппарату. Ой, а что это мне дадут такое? Я, значит, подалась за энергетический поливитамин. Зачем он мне? Особое целебное ситство, производящееся в Калахаре и позволяющее быстро набираться сил. Ого! Исследование энергии страшно рискуя примите участие в эксперименте инженера Кэба. Блин, как будто я этого хочу. Да что написано? Отличный... Исследовательский материал. Это я? Что ли? Встать в луч и поделиться энергией. Своей, что ли, энергии? Я думала, у меня какую-то энергию вселять будут. Устройство начинает работать. Пойду-ка я отсюда. Ничего себе. Ого! Симпатично. Но все-таки я не понимаю, зачем вот эти вот столбы было цепями пригваждать к полу. Честное слово. Эй, ректор Лаурон, вам что, не интересно посмотреть на это? Все получилось. Это грандиозно. Это успех. Я не понимаю. Я думала, в меня какую-то энергию хотят вселить. Тут получается, что я должна с каким-то кристаллом энергии своей была поделиться. Но как я эту энергию извлекла из себя? Я уже этому научилась, но когда я успела? Да, теперь я могу взаимодействовать с этой энергией. Уверен, я даже смогу с ее помощью частично очистить зараженное тело. Чудесно. Чудесно, просто чудесно. Осталось добиться полного успеха. А это уж дело техники. Не передать, как я люблю науку, друзья. Впрочем, пора приступать. Я попрошу вас оставить меня. Надеюсь, вы понимаете. О да, еще как. Простите, уважаемый инженер, я не хочу вас задерживать. Но у меня как-то подозрительно кружится голова. Такое ощущение, что из меня половину крови выкачали. Пустяки. Просто небольшие помощные эффекты устойчивой полимеризации и неизбежного сопутствующего воздействия на ваш организм. Аняу! Так а что мне с этим делать? И продолжать на ногах это все переносить? Или может полежать? На этот случай у меня есть особое средство. Энергетический поливитамин. Ааа, так вот-то что такое? Зачем это мне одна таблетка и мы в полном порядке? Кстати, с некоторой вероятностью она может заменить целый ритуал очищения, который тоже изобрел я. Так ты поливитамин изобрел, что ли? Ах, с ума сойти. Действительно, я страшно рисковала своим здоровьем. Надеюсь, теперь моя голова не кружится после этого витамина и хуже мне, надеюсь, от него не станет. Кэп, ты бы все-таки сбавил обороты. Точно же убьешь кого-нибудь рано или поздно. Так и было, когда я только начинал. А как же. Но такова суть науки, мой друг. Блин, цель не оправдывает средства. Вот честное слово. Почему правда? Когда говорят о своей цели, то действительно ставят ее члитам не выше всего. Точнее превыше. И будто она там какая-то святая, что, ну, обязательно нужно что-то принести или кого-то даже в жертву ради этой цели. Но глупо же. Так и с этим Кэпом. Кошмар. Вот у него цель наука. А то, что он там кого-то убивает, такое ощущение, что ему вообще все равно. Конечно, не каждый эксперимент заканчивается полным успехом. Но это не страшно. Главное, что я с каждым разом становлюсь еще опытнее. А, так вот, какую-то цель преследуешь, а не помочь людям там, да? Ну, понятно, все с тобой. Жертвы нападения. Пришло время проведать раинных крестьян, которым вполне может понадобиться ваша помощь. Какая такая моя помощь? Что я могу для них сделать, блин? Поговорите со стражником Акмитом. Давайте попробуем. А, вон же он. Ой, ничего страшного, что я здесь бегаю. Да еще и ровно топчется, господи. Мне не кажется, что Кэп очень уж рад от того, что мы топчемся по тому месту, где он какие-то свои исследования проводит. Брат, Рон, ты вернулся? К сожалению, не в самый добрый для всех нас час. Мы хотели проведать этих крестьян. Как они? Надеюсь, этим бедолагам еще можно помочь. Очень плохо. Командор Джетт уже дал нам приказ о проведении ритуала очищения. С минуты на минуту начнем. Он так это сказал, будто ритуал очищения это что-то очень плохое. Они что, реально их убить, что ли, хотят? Что ж, не будем затягивать. Давайте попробуем изобретение Кэба. Надеюсь, оно сработает. Да, но командор дал четкие указания и без него не начинать. Ты же сказал, что с минуты на минуту начнете. То есть, как будто можно и без него. Подумаешь? Что с ним, что без него? Скорее всего, Джетт не знал, что мы тоже будем участвовать в ритуале. Иначе сразу бы согласился. Господи, Рон, что за свое мнение? Особенно учитывая тот факт, что у нас есть хорошее средство. Что ж, полагаю, ты прав. Начинайте. Но очень прошу, будьте осторожны. Подготовка к ритуалу. Поговорите с Роном. Да сколько можно разговаривать? Начнем. Говорит мне Рон. Ой, Рон, ты что творишь? Тебе что, Кэб дал то, что он там нахимичил? Когда он успел? Думаю, нам удастся создать целительную энергию и уничтожить скрепу. Так. По-моему, с настройками звука все не очень хорошо. Как-то диалоги я практически не слышу. Надо бы громкость таки увеличить. Думаю, нам удастся создать целительную энергию и уничтожить скрепу. Уже чуточку лучше, но все еще громкости недостаточно. Однако же ладно. В процессе ритуала рождается целительная энергия, которая пронизывает пораженное тело, тем самым его излечивая. Ах, слава богу, мы их не убьем. Конечно, успех зависит от того, насколько сильна пагубная энергия. Хочется верить, что с этой мы справимся. Ну, не знаю. Мы же обсуждали с другими магию волков, и не похоже, чтобы она очень слабенькая была. Так, с подготовкой к ритуалу. Это я читала уже. Я не так хорош в этих делах, как Кэп. Ритуал и не мой конек. Полина, этот ритуал придется провести тебе. Он потрясающе! Почему бы Кэпа, блин, не позвать? А если я наврежу? Я ведь вообще не умею ритуалы проводить. Не волнуйся, я буду подсказывать. Удачи! С ума сойти. Он говорит, что он не так хорош в ритуалах, потом говорит, не волнуйся, я подсказывать тебе буду. Да, потрясающе, правда? Ритуал очищения. Проверите ритуал очищения. Ладно. Одеваться некуда. Давайте попробуем. Открываю круг. Как врата ада, как будто, блин. Ой, боже, мне нравится, что через мою... Прошу, пощадите. Через мою голову пропускали. Ой, господи, боже! Ну, идите! Блин, у меня что-то прям беда со здоровьем. Блинский, блин, надо было подлечиться. Черт, мы тут сейчас у Кэба ой устроим. Прям я аж не могу. Блин, сердце... Сердце так бьется. Чувствую меня здесь убьют. Отбавить них как-нибудь подальше улететь куда-нибудь. Что там за действие-то невозможно. Блин! А, видимо, отпрыгнуть. Или что? Так, пора, наверное, воспользоваться какими-то своими особыми, да? Навыками? Ну, как-то мне это, блин, не очень, если честно, помогло. Почему мне Рон не помогает? Эти ребята, конечно, не очень быстро движутся, но все-таки... О! Ничего. Ой. Боже. Господи. Почти, почти с еще одним разобралась. Отлично. Блин, все еще движутся ко мне. Мамочки. Цель не выбралась. Блин, обязательно подлечиться нужно будет. Как-то, вы знаете... Да почему это я не вижу? Все я вижу. Так, надо опять воспользоваться особыми навыками. И бежать оттуда. Просто бежать. Бросим-ка в него. Не знаю, что это, как сюрикен огромный. Слава богу, что здесь происходит? Командор Джет, уж без тебя уже все произошло. Я могу подлечиться вообще? Да, отлично. Слава богу. Как-то я вообще, если честно, подумать не могла, что ритуал очищения может для меня закончиться вот потасовкой. И, конечно же, я не следила своим здоровьем, потому что... Опять же, мне в голову прийти не могло, что это может чем-то таким закончиться. А теперь уж я, пожалуй, лучше подлечиваюсь, потому что, если я этого не сделаю, то боюсь. Какой-нибудь следующий бой я просто не переживу. Хорошо, что есть восстановление вне боя. Так, а это что, кошак какой-то? А, команда для чата взять на руки. Жаль, что не тот огромный кот, который... Которого я видела пару раз тут. Именем Куроми, Рон. Ну почему ты такой упрямый? Это же наказание какое-то. Джет, не ругайся. Ну не мог я просто стоять и смотреть, я должен был помочь. Если бы меня заразили, да еще и магией. Я надеюсь, что мои друзья хотя бы попробовали меня спасти. А если бы тебе это водилось боком? А они просто стояли бы и смотрели. Ритуал закончен. Обсудите ритуал очищения с командором джетом. И за это я получу серегу. Потрясающе, да? Командор мне такие подарки сделал? Просто... А по мне, Рон, это эгоизм чистой воды. Хорошо, если ваш ритуал удался. Но некоторые из этих крестьян погибли. Блин! Легкомыслие тебя точно когда-нибудь погибнет. Уж не благодаря ли мне они погибли? Я уже не раз говорил. Сострадание в неумелых руках может обернуться смертельным оружием. Нужно же себе отчет отдавать. Командор джет, не ругайте Рона. Это мы его попросили. Говорит Церен. Видимо, это крестьянин, да? Последствия. Рона джет разошлись не на шутку. Остановите их, пока за оружие не схватились. О боже мой! Я не смогу с джетом воевать. Вы что, нельзя им за оружие хвататься? Осмотреть пострадавших теперь. Ой. Блин, а сколько их было? Кажется, штук семь. И только трое выжили? Я бы с этих северных волков заживо шкуру снял. Я обязан вам своей жизни. Поговори, счет Церен. Я был совсем уж уверен, что не выкарабкаюсь. Уф. Спасибо вам. Спасли вы меня. Спасенный, поговорите с исцеленным крестьянином. Уже. Командор, со всем почтением говорю. Не ругайте Рона. Страшно представить, что сталось бы с нашей деревней, если б не он. Что значит, если б не он? Блин, а как же я ей тоже помогала вообще-то? Более того, уж лучше бы мы умерли во время неудачного ритуала, чем превратились в жутких демонов, что охотятся на тех, кого раньше любили. Типа зомби, что ли? Нет хода без добра. Проследите за тем, чтобы спор между Роном и Командором закончился миром. Ой, я правда очень надеюсь, что мне с Командором драться не придется. Но почему Рон с ним спорит, повернувшись к нему спиной? Молчать! Да вы что, сговорились? Рон, ты забыл, кто это, Командир? Забыл, что бывает за неподчинение прямым приказом. Ну, блин, с ума просто можно сойти. Да же это какой-то прям, слушайте, жесть. Чего он так нарово на собак всех спускает? Я понимаю, что жалко всех, кто погиб, но, блин, а Эш там что пытается говорить беззвучно? Руками еще размахивает. Брат! Спасибо, Эш, заступник! В который раз уже меня выручает? Командор, постой. Формально ты, разумеется, прав. Приказ есть приказ. И риск не всегда бывает оправдан. Но я понимаю и то, как сильно Рон ценит жизнь. А в этот раз я на его стороне. Отлично. Слава богу, джетт отступил. Кажется. Что ж, хорошо. Возможно, я действительно погрячился. Еще как! Хотя, поступим так. Наши лекари еще какое-то время подобрядают за этими исцеленными. Пожалуйста, пусть наблюдают. И если темная энергия снова даст о себе знать, они сами проведут еще один обряд. А наш спор исчерпан. Отличное решение, джетт. Ну а то мы порешим. Вот и молодцы. Всегда бы так. Тревожное донесение. Поговорите с генералом Сейджем. Блин, я-то уж подумала, что все хорошо. Ой, а что там Роман говорил, блин? Не успела почитать. Ладно. Ну что, улетаем отсюда? Из Ордена Хранителей. Из логова, точнее, Ордена Хранителей. Трон тут поистине огромный. На нем, наверное, не только выседать можно, но еще и спать. Да я думаю, он как такая маленькая комнатка, в общем-то. Поэтому на нем, наверное, вообще, чем хочешь, можно заниматься. Хоть и выиграй играть. На ПК. Смотрите-ка, все оставлено на прилавках, при этом торговцев нет. Они не боятся, что то, чем они торгуют, разворуют. Если честно, я бы на их месте не слишком доверяла бы окружающим. Но, хотя, может, действительно, это вопрос доверия. И если они уберут свои товары с прилавков, то кто-нибудь неверно истолкует, подумает, что им не доверяют, поднимут восстание, ну и так далее, и так далее. Кто знает, к чему это может привести. Ого! По-моему, Сейч не совсем в том месте, где я его оставляла. А, или в том. Нет. Генерал, срочные донесения от наших разведчиков. Все-таки не в том. Так. На подступах крепости Молота замечены вооруженные силы северных волков. Мяу! Идем сражаться. Генерала такие доспехи смешные, особенно там, где плечи вообще. Жесть, так перья, что ли, или это шерстка такая. Порос уже мхом, блин. Вот что значит не мыться. Как я и ожидал. Соответственно, через несколько дней, потянув войска, они перейдут в масс... Что? Массированное наступление? Господи, что такое? Массаж нам, что ли, делать будут? Учитывая срочность ситуации, мы тоже должны мобилизоваться как можно быстрее. От нашей готовности зависит исход этой битвы. А где же Рон? Залог нашего успеха в решительных скоординированных действиях. Поэтому приготовьтесь к серьезной работе. Хранители готовы всегда, генерал? Разумеется. Теперь мы должны убедиться, что готовы наши войска. Блин, я чувствую, я в первых рядах буду сражаться с этими волками, с ума сойти. Почему я всегда, блин, везде пролезу без вазелина, а? Для начала нужно проверить, как обстоят дела с продовольственным обеспечением нашего карнизона. Полина, этим вы и займетесь. Лейтенант Луан уведет вас в курс дела. Жду вашего отчета, приступайте. Ну надо же, я только пришла, со мной только познакомились и уже мне так сильно доверяют? А что, если я одна из волков, например? Или вообще угроза с какой-нибудь третьей стороны? Внезапная проверка вместе с Луаном проверьте состояние продовольственного обеспечения. А давайте для начала выясним, как обстоят дела с продовольствием. Куда это все разбежались? Ой, аж уже тут, ничего себе. Черт, солнце так светит и словно радуга. А у меня в глазах появляется каким-то боком. Вопрос продовольствия сильно меня беспокоит. Наш поставщик зерна уже несколько раз подряд повышал цену. О боже, только не говорите, что мне придется пойти к нему и поговорить с ним об этом. Пригрозив, либо же подкупив, блин, у меня денег нету. Мне кажется, прощелого в последнее время слишком темнит. Думаю, нам стоит его навестить. Боже, мы прям как мафия, которая крышует там тех, кто бизнесом занимается. Но если они будут как-то нам противиться, то мы сделаем свое темное дело. Например, не знаю, пытать их будем, чем-то мафия занимается. Каким образом устраняет тех, кто ей не угоден. Зальем его ноги бетоном и бросим в море, в общем. Или вообще в яму скинем и бетоном сверху зальем. Короче, как-то так. Продовольственное обеспечение. Выясните, как обстоят дела с поставками зерна. Пойдем. Луан наверняка здесь останется, да, конечно. Почему это он со мной должен, собственно, идти? Из какого такого перепугу? Ого. У меня лучший товар, не понимаю, в чем меня обвиняют? Что здесь происходит? Ой. Интендант Ван Гор. Что такое? Почему столько людей, которые готовы драться? Это тот самый поставщик зерна, сквозь которого я могу пройти ничьися. Интересно, а ему не тяжело вот так вот на весу чайник держать? Знаете, само по себе это может, конечно, показаться несложным. Но это пока что-то держишь на весу малое количество времени. А вот если часок подержать, например, вот тогда ощутишь всю прелесть. Что за интендант? Почему мне с ним нужно поговорить, а не с поставщиком? Как у нас с продовольствием? Да не очень. Наш поставщик дерет слишком большие цены. А поставщика не смущает, что от него в каком-то роде зависят успехи армии. И, кстати, тут замкнутый круг, потому что он, в свою очередь, зависит от армии. Ведь если волки убьют солдат и доберутся до города, то вряд ли они поставщикам живых оставят. Поэтому он, конечно, очень неумно поступает. Объясняет это тем, что на его караваны все чаще нападают северные волки. О боже, круг еще более замкнутый, чем мне даже казалось. Это можно понять, учитывая текущую ситуацию. Но в последнее время цены совсем запредельные. Сдается мне, он просто решил заработать на наших бедах. Как будто они его самого не касаются. Вот-вот и я о том же. Что мне делать? Драться, что ли? Я знаю, что господин Руфай ведет дела и с другими торговцами. Вы можете опросить их, а они как раз в крепости. Ну надо же! Неужели ни с кем драться не придется? И почему этот интендант так охотно со мной в разговор вступил? Проблемы с зерном. Опросите торговца в зерном и узнаете, почему главный поставщик завышает цены. Ой, давайте попробуем. Мне пришлось ему уступить. Выбора не было. Они все поблизости. Я влез в долги. У меня были серьезные проблемы с деньгами. Поэтому мне пришлось продать господину Руфаю все свое зерно за жалкие гроши. У меня просто не было выбора. С ума сойти. Так он еще и так ничтожно поступает по отношению к другим. А потом я узнал, что Руфай продает мое зерно по десятикратной цене. И не стыдно ему. Я же говорю, бессовестный. Я просто в шоке от этого его поведения, правда. Впрочем, почему-то я так и думала, что он покупает по дешевке, а продает там чуть ли не в 10 раз дороже. Поэтому я и пришел в крепость. Этого спекулянта нужно вывезти на чистую воду. И как же мне это сделать? Засадить его сейчас, когда нам так нужно зерно? Блин, чувак похож на девушку. Вот если б нет оборотка, один в один девушка, честное слово. Я же подумала, о, девушка, торговка. Две недели назад ко мне приходил этот Руфай. Предлагал скупить все запасы за бесценок. Разумеется, я около него дверь. Но он, видимо, натравил на тебя своих людей, да? А на следующий день мои амбары сгорели. Ничего не удалось спасти, ни горсти, зерна, ни щепотки риса. Блин, Руфай противозный, слушайте. А потом слышу, что Руфай развел бурную деятельность и гребет деньги лопатой. Удачное совпадение, вам не кажется? Совпадение? Не думаю. И давайте с Руфа поговорим. Практически Руфай. Негодяй, меня обманул. Зла не хватает. Чувак, ты тоже зерном торгуешь? Я думала, ты вон капусточкой торгуешь. Зеленью какой-то. Руфай обвинил меня в том, что мое зерно исполчено. Все в плесне. Началась проверка. И что же? Ну, нашли они плесень. А вот только ее не могло там быть. Я слежу своим зерном. Сдается, подбросили мне эту гадость. А как доказать? То-то и оно. С ума сойти. Пока все указывает на то, что поставщик тот еще мошенник. А теперь поговорим непосредственно с ним, да? Да, он, конечно, дядька своего года не упустит. Пипец просто какой-то. Думает, что все ему дозволено. Опа. Место на диске заканчивается. Вот черт. Не понимаю, какие ко мне претензии. Я торгую первосортным зерном и превосходным риском. Все-таки, когда компьютер говорит, что как бы уже место заканчивается на диске, нужно ему безоговорочно верить. У меня оно действительно закончилось. Сейчас поговорю с поставщиком Руфаем. Наверняка, по крайней мере, мне хочется на это надеяться. У меня хватит места на этот диалог с ним. Ну и будем, ребята, прощаться с вами. Итак, я торгую первосортным зерном и превосходным рисом. Можете сами проверить. А у меня выбор, что ему ответить. К зерну как раз претензий никаких нет. И вам не удастся сбить меня с толку. Я все знаю. Выкладывайте все правду. А второй вариант довольно такой нахальный, если честно. Давайте попробуем первый. Пф, вы о том, что мне удалось выгодно купить небольшую партию? Небольшую партию выгодно купить? Небольшую, блин? И ты, видимо, забываешь о том, что ты сжег амбары, блин, с рисом. Ну да, аж-то с того. Сам я произвожу намного больше. Опять варианты. Неужели? А можете показать свои поля, свой склад? И опрошенные торговцы сказали, что вы завладели их товаром обманным путем. Давайте, чтобы сократить диалог, потому что у меня, правда, нет времени и места на жестком диске, чтобы это все дело растягивать. Выберем второй вариант. Вы на что намекаете? Да это клевета, преступный сговор. Неужели? А можете показать свои поля, свой склад? Я живу очень далеко от Калахара. В неделях пути. Так что не выйдет. О, я одолжу у кого-нибудь свиток путешественника во времени. Так что не переживай насчет недели пути. А все же, может, покажете? Я, ну, все, загнала в тупик. Знаете, эти люди тоже не дураки. А тайное всегда становится явным. Это все? На меня даже никто не набросился. Что? Так, ребят, ну что, я сохраняюсь. И все. И мне пора из игры выходить. Потому что боюсь, что я не успею завершить этот ролик. Прежде чем место совсем уж полностью закончится. И у меня не будет возможности его хоть немножко освободить. Поэтому все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх, если вам данный ролик понравился. Всем всего хорошего. И пока.